В британском популярном издании недавно была опубликована статья, в которой говорится, что Кремль создает опасность всей Европе, как и другие авторитарные государства. Европа все больше напоминает демократический остров посреди анархистского мира, которому угрожает растущая волна авторитаризма, безнаказанности и нарушений международных правил, пишет британская газета. Автор статьи не исключает вероятность возобновления вторжения из России в Украину, напоминая, что недавно российская страна подтянула 90 тысяч российских военнослужащих к границам Украины. Также обращает на себя внимание проблема мигрантов, которые сжимают Европу как кружок нестабильности. Путин видит это и чувствует запах крови. Подача газа в Европу — это точка давления. Существуют также скрытые кибератаки, добавляет автор. По цензуре каналы СМИ про кремлевских мигрантов и предприняло шаги по их устранению от властных постов внутри страны. Во время поездки в Вашингтон министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что Владимир Путин играет в шахматы с Западом и рассматривает возможность полномасштабного вторжения. Западные правительства выразили обеспокоенность по поводу наращивания российских войск на границе, но признали неуверенность в том, планирует ли российский президент вторжение или использует показательные меры, чтобы помешать Киеву расширить военное сотрудничество с НАТО. «Мы не совсем уверены, что делает Путин», — признал министр обороны США. Великобритания недавно подписала с Киевом сделку по поставкам оружия, которая обещала продажу 10 военных кораблей и новых ракетных систем для противодействия угрозы со стороны Москвы. Глава украинской разведки Кирилл Баданов сказал, что США могут предотвратить российское вторжение, увеличив военную поддержку Киеву. «Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно», — сказал он о существующих механизмах помощи. «Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытого конфликта с Россией. А у нас он уже 7 лет. Поэтому мы уверены, что Соединенные Штаты должны дать нам все, что мы не получили. Прямо сейчас, потому что сейчас подходящее время после этого может быть поздно». Весной аналогичное наращивание российской военной мощи на границе вызвало опасение, что Путин готовится вторгнуться на территорию Украины. Но Москва, в конце концов, вывела свои войска. Россия заявляет, что реагирует на крупные учения НАТО у своих границ.